Добрый день, дорогие друзья. 30 июля 2018 года произошла ужасная трагедия. Трое журналистов, Арханг Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, были убиты в Центральной Африканской Республике. Для меня лично стало делом чести расследование обстоятельств гибели и поиск виновных. В четверг мы представили результаты нашего расследования. Расследование проводил Центр Досье тем журналистам, которые оказали нам огромную помощь в расследовании. Эти журналисты и эти издания не просто помогали нам информацией, но и отказались в свое время от немедленного опубликования полученных ими материалов, добытых ими самими. Что нам позволило доделать то, что, собственно говоря, можно было доделать. Теперь по существу. Мы представили две отдельные части, два отдельных четко разделенных блока. Доказана и версия. В разделе «Доказана» главным выводом я считаю опровержение версии о простом грабеже. Это версия, которую озвучил наш МИД и которую впоследствии повторил господин Путин. В Центральной Африканской Республике европейцев, европейских журналистов убивают вообще крайне редко. Последний такой случай произошел почти пять лет назад и не с целью грабежа. И не на дороге, обозначенной Организацией Объединенных Наций, как безопасная. И при грабеже забирают вещи. Вообще в ЦАРК при грабежах забирают вещи, а не жизни людей. А наоборот вещи оставляют в машине. Мы доказали, что журналистов не просто убили при сопротивлении грабежу, а хладнокровно и профессионально добивали, как добивают опасных свидетелей, чтобы у них не было никакого шанса выжить. Мы доказали, что господин Романовский из ФАН, давший группе ключевой контакт Центральной Африканской Республики, был неоткровенен. Мы доказали, что его контакт был фальшивым. Мы доказали, что предоставленный группе водитель был на самом деле агентом местной жандармерии. И что местный жандарм Эммануэль Катофио все эти дни осуществлял слежку за группой и, в частности, созванивался с водителем по крайней мере 47 раз за три дня. Мы доказали, что в день убийства он был в месте убийства. Мы представили свидетельские показания, которые, естественно, не являются стопроцентным доказательством, что именно Эммануэль Катофио обеспечил проезд группы в ночное время через КПП. В ту ночь группа отклонилась от маршрута и почему-то в ночное время поехала туда, куда вообще не планировалось. Мы предполагаем, что группа была выманена из города обещанием встречи с источников. И мы знаем, что они несколько раз проезжали туда-сюда, отыскивая, вероятно, это место. У нас есть показания, что Катофио проехал на машине еще с одним жандармом и тремя вооруженными белыми людьми перед группой и вернулся после трагедии. Мы доказали, что жандарм сам, в свою очередь, постоянно связывался с сотрудником Пригожина, ответственным, как написано в его документах, за наружное наблюдение. Зовут его Александр Сотов. Они связывались около 100 раз за два месяца. А Сотов, в свою очередь, связывался с сотрудником Пригожина, советником президента ЦАР, Валерием Захаровым. Тоже многократно. Мы доказали, что Пригожинские не просто коррумпировали руководство Центральной Африканской Республики, а что они взяли под контроль расследование. Что они выплачивают взятки руководству силовых структур Центральной Африканской Республики и организуют стажировки рядовым исполнителям. Мы показали, как двое потенциальных свидетелей умерли при странных обстоятельствах. Что, конечно, не является доказательством, что их убили пригожинские. Публичное заявление Следственного комитета, которое они сделали в 13.03 по московскому времени, в ответ на обращение пригожинцев, которые те, в свою очередь, сделали в 3 часа 30 минут ночи, тоже не может не настораживать тех, кто знает практику нашей бюрократии, ну и кто переживает за независимость расследования. Следственный комитет даже вчерашние публикации изучить не смог, ограничившись, видимо, только чтением заголовков. Иначе бы выражения «голословные утверждения» и «обвинения непричастных» не прозвучали бы. К слову, упоминаемый Следственным комитетом проект ЦУР не существует уже несколько месяцев, в связи с чем явно не мог инициировать публикации. В то же время я отвечу тем, кто критикует меня за отсутствие жестких и однозначных выводов в разделе «Доказано». Я дважды сам лично находился под неправедным судом. И не могу говорить «доказано» больше, чем то, что считаю по-настоящему доказанным. То, что считаю я лично, то, что мне рассказали источники, которым я верю, но которые я не могу обозначить, вот это все было изложено в разделе «Версия». Я лично убежден, что убийство журналистов стало следствием попытки Пригожина узнать, чем располагает группа и конкретно Архан-Джималь в результате расследования в России, еще в России, по вопросу нелегальной торговли оружием, и по вопросу нелегальной подготовки и использования российских наемников. Планировалось ли убийство? Я не знаю. Максим Шевченко сказал на эхе, что не верит, что после такого допроса журналистов планировали отпустить. Ну, у него больше знания вот этих вот персонажей, и я ему верю. Теперь наша задача добиться ответов на поставленные расследованием вопросов у официального следствия. Хотя сегодняшнее заявление Следственного комитета меня не обнадеживает, но я твердо верю. Рано или поздно мы получим ответы на все вопросы. Спасибо вам. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok